здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам расскажу про 16 способов сохранить заряд вашей батареи значит связи с чем всем понятно iphone не славится долгим долгой работы батареи ну и всеми возможными способами будем пытаться их сохранить итак первый способ значит экран на яркость уменьшение яркости экрана осуществляется легким движением значит соответственно выхода вот вот меню и вот передвигаем ползунок я вот ставлю здесь вот в районе значка вай-фай окончания дабы чтобы не расходовать более поверьте мне если поначалу покажется темненьким потом уже привыкните и будьте собственно пользоваться уже вполне нормальным второй способ второй способ это пусть малозначительный но все же способ убираем значок процентов делается просто заходим меню основное далее статистика и вот заряд процентов включаем выключаем его выключаем тоже сохранит немножко нам энергия далее третий способ обновления контента опять же настройки основные и вот на обновление контента отключаем вот здесь его не уже отключено то есть она соответственно разрешает фоновым режиме использование службу геолокации и обновление программы контента при нахождении сети вай-файле сотовой сети время работы аккумулятора соответственно уменьшается случае включу включение этой функции поэтому ее отключаем и так четвертый способ геолокация геолокация так геолокация меню далее приватность службы геолокации и отключаем ненужные нам если вы не пользуетесь нашим горячо любимым навигатором вот тогда я рекомендую отключить вообще напрочь здесь все вот геолокацию таким образом но если пользуясь навигатор меня только навигатор работ в камере вот есть что геолокации не нужно потому что она отмечает место где вы сделали фотографию ну что смысла нет но и в остальных приложениях аналогичная ситуация вот у меня навигатор только включены все далее значит уменьшение движения функция parallax выключается меню основные универсальный доступ универсальный далее значит уменьшение движения вот тут внизу должно быть нет у нас тут вот уменьшение движения должно быть включено включаем его и соответственно движение будет меньше при движении телефона и батареечки у нас останется заряда побольше далее значит друзья моим так при необходимости в случае отсутствия необходимости использования вай фай и блютузов рекомендую аналогично отключить эти функции вот вай фай и bluetooth вот тем самым сохраним опять же наш батареечку так как в режиме поиска сетей вай фай bluetooth а вот аналогично телефон батареечка теряет немало процентов заряда поэтому лучше их отключить далее друзья седьмой способа видам ли уведомление отключение уведомлений так уведомление уведомление у нас находится вот центр уведомлений здесь значит вот под вкладкой включить находятся те приложения которые у нас включены соответственно допустим от меня танчики не нужны на игра танчики уведомление от нее так уберем отключаем их все он пропадает и сразу попадает в не включать в пункт не включать которые отключены ну и соответственно делайте так со всеми приложения которые вам не нужны ну а там ну допустим skype там одноклассники госуслуги ну то что там как бы должно вас выявлять каких-то там процессах то лучше оставить конечно так далее 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 восьмой способ в случае нахождения в метро самолете либо там где сотовая сеть вам не нужна и либо ее нет необходимо тогда включить ави режим вот этот самолетик нажать вот потому что допустим метро в режиме поиска сотовой сети аналогично очень много энергию затрачивается поэтому лучше этот процесс остановить девятый способ отключения часто посещаемых мест это соответственно меню основные так нет меню значит гео локация приватность меню приватность гео локация гео локация гео локация гео локация темные службы и вот часто посещаемые места часто посещаемые места отключаем их отключаем часто посещаемые места далее отключение рекламы отключаем рекламу рекламу у нас отключается также аналогично меню приватность и вот внизу реклама вот здесь будет ну так как мы находимся в режиме здесь нет переключателя таком случае нахождения режиме вай файл он появится отключаем его далее значит режим шумоподавления меню основные основные универсальный доступ универсальный шумоподавление телефона эта функция понижает уровень внешних шумов когда во время телефонного разговора пользователь держит аппарат своего уха функция дорогие друзья такая особо не нужно потому что конечно не сильно глушится шум и поверьте не так сильно он вам помогает вот поэтому лучше отключить чтобы энергии у нас осталось побольше так далее 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 12 способ дорогие друзья 12 отключаем функцию lte меню сотовая связь сейчас я режим включу сотовая связь и вот режим lte если у вас его нет собственно вы живете не в москве ну пока только работает хорошо в москве вот и еще пару городов таких больших новосибирск там по моему точно не помню неважно можете узнать у оператора своего вот но если у вас его нет вот и лучше отключить отключить потому что на его поиски опять же тратится энергия и так к 12 способ это был переходим к 13 автоматическое обновление значит меню далее далее один store apple store и вот автоматические загрузки все отключаем все отключаем все отключаем все отключаем и переходим к 14 к 14 точнее ты был 14 нет этого 13 14 способ сохранить нашу батареечку это выкинуть все приложения которые у нас находятся в треви сетры то есть у меня вот осталось два вот ну и как бы постоянно старайтесь их выключать завершать работу с ними давай опять же сохранить батарейку нашу так 14 способ 15 способ 15 способ это значит отключение загрузки сейчас вам покажу так меню и вот смотрите сотовые данные здесь использовать сотовую сеть соответственно при помощи включения этого тумблера для автоматических загрузок с itunes match загрузок тоже лучше отключить вот дабы экономии экономии энергии у нас соответственно также сохранится и дорогие мои друзья это не все я вам в итоге расскажу 16 способов 16 16 место обещанных 15 это я вам оставил на закуску как говорится значит смотрите lte мы можем отключить вот здесь а 3g нет возможности отключения функции 3g к сожалению у нас нет на iphone 5s но ваш покорный слуга нашел способ ее отключить делается это теперь намного проще нежели было раньше так как у нас сотовые данные включаются теперь одновременно с 2g и 3g то есть хотите вы того ли не 3g будет работать ну а так как 3g в россии не видел ловит к сожалению в режиме поиска 3g у нас очень хорошо садится хорошо и быстро садится батарейка вот поэтому ее лучше отключать если вы не пользуетесь и знаете то что в том месте где вы находитесь и и собственно нет этой сети значит отключается на теперь у нас просто в описании я скинул вам сайт откуда скачивается приложение вот это вот аэро стул при помощи которого вы отключаете себе 3g вот пожалуйста нажимайте force 2g вы нажали force 2g появилось меню выскочил сообщение патч окей вы нажимаете патч окей и все теперь телефон работает в режиме 2g я не буду вас удостоверять в этом вот хотя могу это ничего не стоит я вас уверяю можете мне поверить она работает вот если вдруг возникнут какие-то проблемы пожалуйста в комментариях пишите вот если кто-то не поверит я дополнительно сниму фильмы сделаю это вот покажу что у меня это работает и на самом деле я уверен на 99 процентов что проблем не возникнет скачивать его это приложение нужно с сафари сафари вот и самое главное отличительная черта этого приложения то что все это делается без наличия джел брейка никакого джел брейка делать не нужно дорогие друзья это самое главное самое лучшее что я могу предложить потому что остальные способы к сожалению нуждаются в наличии джел брейка мы это эту проблему обошли и так дорогие друзья я вам рассказал вместо обещанных 15 способов 16 способов 16 способов сохранить заряд вашей батарейки так как к сожалению apple компания ну не дала возможности отключать 3g и включать убрала эту опцию вот то это самый главный я хочу сказать такой источник проблем от в отношении заряда батареи я решил эту проблему очень долго бился очень долго искал и нашел вот для вас соответственно я ее решил поэтому не забудьте пожалуйста нажать на палец вверх то есть поставить лайк если все понравилось напишите что все хорошо все работает и соответственно пусть ваш телефон уже дольше нежели вы себе представляли в плане работы вашей батареи ну и немножко расскажу про цикл про цикл значит в любой батарейки у любого телефона есть цикл работы то есть он должен проработать там допустим полтора дня то есть сутки грубо говоря вот и может немножко там полдня но это так в принципе я не знаю напишите в комментариях если у вас допустим работает больше вот но по идее вот где-то в этом промежутке временном он должен в принципе работать телефон понимаете предназначен для того чтобы вы зашли там на пять минут грубо говоря в интернет быстренько нашли себе что надо и все новости почитали и так далее там поговорили по skype вот затягивать не рекомендую фильмы смотреть аналогично не рекомендую потому что все это отражается на работе батареи то есть она побыстрее чем надо выйдет у вас из строя она должна работать день грубо говоря полтора вот так вот на этом все огромное спасибо не забывайте ставить лайк комментируйте задавайте вопросы всего доброго до свидания